Капитан Кросс Капитан Кросс Капитан Кросс Капитан Кросс Теперь продолжаем обрабатывать капитана. Зомби почти не представляют опасности, не стоит на них отвлекаться. Продолжайте атаковать, как и прежде, просто больше перемещайтесь, чтобы оторваться от монстров. Можно достать щит, чтобы надёжно проложить себе дорогу. Вот и заключительная часть боя. Кросс зовёт подмогу. Тактика при этом не меняется. Солдаты быстро потеряют интерес к Мёрсеру и начнут защищаться от заражённых. Не будем им мешать. Бой завершён. Кросс всё ещё жив, а у Мёрсера теперь серьёзные проблемы со здоровьем. Но ничего, со временем всё наладится. Элизабет Грин Элизабет в несколько нестандартном обличии наконец-то показалась из-под земли. В конце концов, она станет пищей для Мёрсера, и мы ему в этом поможем. Этот бой довольно сложный, долгий и выматывающий. Чтобы нанести урон монстру, для начала нужно уничтожить три увесистых тентакля. Только тогда враг откроется для ударов. На вооружении у Элизабет имеется несколько неприятных атак. Больше всего хлопот доставляют самонаводящиеся сферы. Если что, от них всегда можно спрятаться за зданием или на высокой крыше. А вот плевки камнями — простая прямая атака. Уклониться от неё не составит труда. Периодически монстр будет громко взвывать, поднимая мощную взрывную волну. Попадание в неё сулит потери большей части здоровья, но избежать её не так уж и трудно. Изменение цветов экрана повестит о начале атаки, а замедление времени поможет сориентироваться. Вблизи Элизабет попытается вбить героя в землю, и противопоставить этой атаке нечего. Чем меньше расстояние, тем больше вероятность получить значительный урон. Отсюда следует главное правило — не задерживаться рядом с монстром. Да, может показаться, что бить его в ближнем бою достаточно эффективно, но на самом деле это не только слишком рискованно, но и долго. Даже если вы проведёте серию удачных атак, потом вам придётся долго зализывать раны. Единственная верная тактика здесь — атаковать Элизабет клинком, разрезая её сверху. Забирайтесь повыше и прыгайте. В идеале падать на неё нужно вертикально и максимально быстро. Это позволит избежать атак. Если вы уже накопили критическую массу, сразу после приземления попытайтесь провести спецприём. Сложность в том, что монстр атакует практически непрерывно. Так что если не получится, скажем, со второго раза, не рискуйте и уходите. Разумеется, лечиться в прямой видимости Элизабет не стоит. Отойдите за здание и восстанавливайте здоровье там. Лучше всего на роль еды подходят толстые зомби. Здесь они бегают толпами. Когда Элизабет лишится защиты, она будет дезориентирована и открыта для атак. Встаньте за её основной частью — это самая безопасная позиция. Теперь жмите вперёд и непрерывно атакуйте специальной атакой клинка. Это нанесёт максимум урона и в какой-то мере защитит вас от атак. Вскоре подоспеют военные, предоставляя вам новую тактику. Танки и вертолёты отлично работают против монстра. К сожалению, они крайне недолговечны в таких условиях. Чтобы хоть как-то улучшить своё положение, непрерывно перемещайтесь. В случае с танками имеет смысл держаться на расстоянии. Опасность при этом представляет не только босс, но и охотники. Сидя в вертолёте, наберите высоту и наматывайте круги, пуская самонаводящиеся ракеты. Когда вас собьют, не забудьте воспользоваться преимуществом по высоте и нанести удар. Или можете сразу присмотреть себе следующий вертолёт. Здесь они летают достаточно низко. Будьте осторожны. Во время захвата вертушки есть риск улететь за зону миссии. А это моментальное и очень обидное поражение. Теперь вам остаётся лишь набраться терпения и повторять эти приёмы снова и снова. Бой с Элизабет, скорее всего, займёт у вас от 15 минут до получаса. Высший охотник События игры приближаются к завершению. Не без чужой помощи Алекс оказывается на палубе авианосца «Рейган» в самом сердце вооружённых сил США. Здесь и развернётся финальная битва. Сложность этому бою придаёт не только мощь самого босса, но и обилие военных. Вести огонь по Мёрсеру они почти не будут, но вблизи противника ракеты то и дело будут попадать и по вам. В этом бою есть сразу несколько возможных тактик. Но прежде чем приступать к их разбору, посмотрим на атаки врага и последим за его поведением. В ближнем бою он может размахивать руками, бить по земле и топать. Принципиальных различий в уклонении от этих атак нет. Чтобы уйти от них, достаточно вовремя отследить их начало и отбежать или отпрыгнуть в сторону. После удара охотник будет какое-то время восстанавливаться. Это отличная возможность для атаки. Вне зависимости от дистанции охотник может воспользоваться шипами. В таком случае просто набирайте скорость, прыгайте и резко изменяйте направление движения. Враг при этом будет открыт для атак с воздуха, так что это неплохой момент для начала серии ударов. На больших дистанциях охотник может швыряться предметами. Избежать урона легко, достаточно не бегать по прямой. Гораздо большая опасность заключается в том, что враг, скорее всего, погонится за вами и попытается толкнуть вас плечом. Главное — вовремя прыгнуть. Кстати, чтобы лучше контролировать перемещение охотника, не забывайте поглядывать на миникарту. Охотник может сокращать расстояние и быстрее, прыжками. Если не упускать его из виду, то вы вряд ли позволите ему приземлиться вам на голову. Наконец, самая мощная атака босса — опустошающая. Точь в точь, как у Алекса. И он долго готовится и при этом издает характерные звуки, так что избежать ее не составит труда. Пока монстр собирается с силами, запустите в него пару-другую предметов. Потом набирайтесь наглости и атакуйте. Для этого начните бежать вокруг монстра, а когда основная масса тентаклей выйдет наружу, обрушивайтесь с воздуха и проводите серию ударов. Поначалу самой соблазнительной тактикой может показаться захват вертолета. Это, конечно, любопытный вариант, но он абсолютно себя не оправдывает. Даже если вы уничтожите все пушки, босс все равно не позволит вам долго болтаться в воздухе. Есть три эффективных тактики — критические атаки, ближний бой и швыряние предметов. Причем третий вариант не так хорош сам по себе, но отлично дополняет два других. На палубе вы найдете массу подходящих вещей. Лучше всего наносят урон вертолеты и крупные боеголовки. Суть использования критических атак проста. Бегайте по палубе и поднимайте уровень здоровья до максимума, а затем запускайте спецприем. Желательно, чтобы монстр при этом был как можно ближе к вам. Лучший вариант — подловить его на приземлении. Тактика ближнего боя может показаться слишком опасной, но на самом деле это не так. Контролировать атаки босса проще, чем кажется, а после проведения ударов он становится уязвимым. Времени хватит как минимум на пару взмахов мечом. Если повезет, вы даже сможете прервать его атаку. Пожалуй, ближний бой мы и выберем в качестве нашей тактики. Это позволит ликвидировать монстра в максимально сжатые сроки. Приступаем. С самого начала сразу же атакуйте. Немного везения — и вот результат. Не прошло и десяти секунд, а противник уже оглушен. Охотник приходит в себя и отшвыривает Алекса. Сразу же за этим последует опустошающая атака. Пока монстр собирается силами, бросаем в него пару вертолетов. Нет, нестись куда подальше от опасных щупалец не стоит. Бежим по кругу, выбираем подходящий момент и атакуем. Бежим по кругу, бежим по кругу. Бежим по кругу, 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 бежим по кругу. Когда у монстра останется 30% жизни, командование объявит эвакуацию. Военные постепенно исчезнут с палубы. Запустится таймер, и на завершение боя останется совсем немного времени. Если вы выбрали тактику критических атак, то на этой стадии вы практически лишитесь материала для восстановления здоровья. Ничего страшного. Швыряйтесь предметами, времени вам хватит. Ну или переходите на ближний бой, благо раздражающие военные теперь не проблема. One minute remaining. Вот и всё. Монстр повержен, Манхэттен спасён. Игра пройдена. Продолжение следует...